Приветствую вас уважаемые зрители, с вами я, Ведьмак. Вы смотрите новую серию прохождения игры God of War Chains of Olympus, то бишь бог войны в цепи Олимпа. Перед вами Кратос, естественно, главный герой всей игровой серии God of War. И мы с вами находимся где-то под Олимпом, локация называется Cave of Olympus, то бишь пещера Олимпа. Попали мы сюда из храма Гелиуса. Вообще за три неполные серии мы успели побывать в городе Атика, убить там Василиска, потом увидеть, как Морфей украл солнце и прибежать вот в храм Гелиуса. И узнать, что Гелиус был похищен Морфеем. И, соответственно, всему сущему грядет белый пушной зверек. Так, как у нас нырять, интересно? Я забыл. Тут нельзя нырять. Ну ладно. В Ascension можно было просто нырять. Я думаю, на всех играх серии это подразумевается. Честно говоря, я уже забыл, за каким хреном мы спустились в эти пещеры. Потому что играл уже где-то посреди недели. Достаточно в торопях. Вот, и поэтому... Не очень уследил. Ну что-то мы его здесь, в общем, ищем. Кстати, давайте проапгрейдим. Вот эта вот хрень. Какую-то способность, которую мы украли у... Злобного Перса. Вспомнить бы, как я ее делал еще. Так. Я забыл. Я уже все забыл. Так. Как можно посмотреть? Движение. Магия. Аферет. Так. R1. И... Треугольник. Ну вот у нас. Появился такой апгрейд. Будем им пользоваться. В прошлой серии мы получили щит Гелиуса. Вот этот вот, который заменил нам блок мечами. Естественно, будем им пользоваться. Также мы можем им теперь парировать удары, если нажать кнопку отражения. Собственно, за мгновение до того, как на нас приземлится удар. Интересно, правда, сумеет быстрее плавать. Я, как обычно, стараюсь изучать все вокруг. Сколько, как правило, это приводит к тому, что мы находим какие-нибудь сундучки. О, смотрите-ка, там внизу что-то есть. Но попасть туда мы, очевидно, не можем. Потому что, оказывается, не умеет нырять в этой части. Видимо, нам надо спустить воду вниз. Да, пока суть до дела, пока я готовился к записи, я изучил новое движение Кратоса. Достаточно интересное. Сейчас я вам его покажу. В воздухе мы можем, так, чёрт, делать вот так, такая карусель адская. Не знаю, насколько нам поможет это в бою, но, мне кажется, должно быть хорошо, потому что очень быстрое движение происходит. Так, ещё нам статуя. А, трезубец тритона. Даёт способность дышать под водой. А, вот что нам нужно было для того, чтобы нырнуть. Ну, окей, почему бы и нет. Так, квадрат, чтобы нырнуть. Отлично. Давайте изучать подводное царство. Водоросли растут. Да. Как вы помните, игра Chains of Olympus выпускалась и разрабатывалась исключительно под PSP, так же, портативную PlayStation, которая на момент разработки имела параметр процессора что-то вроде 333 МГц, то бишь, примерно на уровне первого Пендиума. Бах! Головой пробили решётку. Отлично. Всегда хотел научиться плавать дельфинчиком, так и не научился. К сожалению. И вот, поэтому технологическая игра, к сожалению, оставляет желать лучшего, хоть и с точки зрения стилистики, то есть проработки уровней, дизайна, деталей, она, в принципе, неплохая, но понятно, что всё это лоу-поли, лоу-текстурно, ну, для переиздания для PlayStation 3 текстурки подтянули, однако этого явно недостаточно, чтобы игра выглядела хоть немного похожей на последнюю часть серии, знаешь, Ascent или хотя бы Галлобор 3. Да что там, в принципе, я думаю, она и на вторую часть не очень-то смахивает. Но, тем не менее, в принципе, сам геймплей игры, он немногим изменился. Да, здесь, видимо, не стоит ожидать всяких эпических событий, там, гигантских титанов и тому подобное, там, кракенов и так далее. Но, свою долю интересного этот, можно сказать, спин-офф нам принесёт. Хотя не спин-офф, конечно, это приквел к первой части. И по хронологии он располагается следом за сценом, хотя и никаким образом не связывается с ним сюжетом. То есть, мы узнали в асцене, что Кратос победил Фурий, но не освободился от клятвы, точнее, освободился от клятвы, убив Оркаса, но продолжает служить богам почему-то в этой части. Боги призывали его в очередной раз, и... как бы не ясно. Вроде бы мы собирались убить Кратос, скажу, Ариса, но пока всё идёт к тому, что мы будем тихо, мирно выполнять приказания. А всё веселье начнётся в следующих сериях. Я как человек, не игравший, ни в первую, ни во вторую, вообще ни в какой части God of War, не знаю, как будет развиваться сюжет, могу только предполагать. Вот если кто-то играл, то им, конечно, понятно. Вот, мне пока не очень. Но, я думаю, игра даст тут какие-то ответы на вопросы. Насколько я знаю из обрывков, скажем так, того, что слышал, Кратос поубивает к чертям всех богов, но я думаю, это будет в какой-нибудь третьей части, поскольку эти бои должны быть очень эпичными. Так, зачем нам зелёные сферы, кто бы знал. Вроде всё собрали, да? Давайте, значит, двигаться уже по сюжету. Мне интересно, какой длительности будет игра, поскольку асцен был достаточно длительным, и это было неплохо. Так, почему я не смог сломать эту решётку? Её нельзя сломать? Может быть, я зря уплыл из правой стороны, потому что здесь, похоже, ничего не сделать. Так, давайте глянем, может быть, туда проплыть надо всё-таки. Будем немного ускоряться. Что характерно, геймплей этой части, точнее, в принципе, геймплей God of War мне больше напоминает не принц Перси, из которого он, как я знаю, был, ну, не то, что сплагиачен, а, скажем так, многие идеи и геймплей на механике подземственного, а Legacy of Cain, если кто-то играл, историю про вампира Каина и его лейтенанта Розеэля. Игровая серия, которая мне, в принципе, очень нравится, и я думаю, ее ближайшее, ну, как ближайшее. После серии God of War возьмусь за серию Legacy of Cain, которая, скажем так, менее рассчитана на экшен, но больше рассчитана на сюжетную составляющую, на персонажей. Но, пока мы играем God of War, и, в принципе, мне в этой серии пока все нравится, за исключением QTE, которую я ненавижу, и, в принципе, считаю самым паршивым элементом геймплея, который был изобретен за последние лет 20. Так. Ага, это мы приплыли как раз туда, куда надо, да? Радас, хватайся за рычаг. Блин. Ракурс камеры я бы не сказал, что самый удобный. Давай. Что мы, интересно, сейчас сделаем. Раскорячился так. Вода поднимется или опустится? Ага. Вон оно что. Статую еще и руками шевелить имя. Замечательно. Да, в мире Газов Уора происходят самые странные и интересные вещи. Так, зачем заваливать? Не надо этого. Что характерно, игра с точки зрения экшена, она заметно отстает от Ассеншена, то есть в ней больше таких неторопливых моментов, на мой взгляд. Да и сам экшен, конечно, намного легче и не такой экшеновый. Извиняюсь за каламбур. Так, что ты делаешь? Да, выбор направления, конечно, здесь не очень любим. Акробат. Так, статуя. Мега-дверь, которую может открыть только Хратос, потому что он брутален. Здрасте. Ага. А вот и экшен, о котором я только что вспоминал. Тихо, уважаемый, давай без этого. 10 ударов можно нанести с этим вращением в воздухе. В принципе, это неплохо. Спокойно, стыль страшный. Нэ, 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 ага, если бы я еще попадал. Мне интересно, можно ли заблокировать его удар? Удары. нельзя. Слишком он здоровый. Ну, это, в принципе, понятно, что удары здоровых существ, они не должны блокироваться. Их нужно уворачиваться и применять тактику хит-н-ран использовать преимущество быстроты. Да, тихо ты. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Все, что ли? Да, нормальная сложность в этой игре, она, в принципе, заметно легче, чем нормальная сложность в Ascension, на мой взгляд, конечно. Полагаю, это обусловлено еще тем, что управление на PlayStation порта было не такое удобное, как управление с геймпада PlayStation 2 и 3 не важно. там не очень удобные стики блузские. Хотя, в принципе, подразумевалось, что это все-таки игровая консоль. Не знаю, может, я и не прав. А зачем с этой стороны рычаг? Вопрос. Наверное, возвращаться будем. Ого, водоворот какой-то. Да, если вы замечаете, что как только Кратос вошел в пещеру, Эос, богиня Рассвета и сестра Гелиуса явилась ему, явно ослабленная присутствие Морфея. Славься, Зевс, за то, что даровал чего-то там. король богов не помогает мне, Эос. Я всего лишь раб Зевса и Олимпа. А что ты сички-то открыла? Спаси, говорит, моего брата. Я убежу Зевса, чтобы он освободил тебя от ужасов прошлого. Дайте свое слово. Боги уже нарушали свои клятвы. Извини, что я тебе не верю. Пусть будет так, Кратос. Первичный огонь почти кончился. Без Гелиоса, дающий жизнь свет, исчезнет с мира. Если ты не найдешь его, только тьма и смерть ожидают всех нас. Куда Атлас забрал его? Я не знаю, Кратос. Следуй этим путем. Верни огонь, и он осветит твой путь. Он приведет тебя к его повелителю, к моему брату. Торопись, со скоростью Гермеса, призрак Спарты. Или двух Спарты, не знаю. Ност. Почему у нее сиськи голые? Я вот этого не понимаю. Я, конечно, знаю, что Греция достаточно активно продвигала все эти женские, мужские прелести, статуи с пиписьками. Но как-то странно. Ну, ладно. до этого мы двух лесбиянок встречали с голыми сиськами и даже трахали при помощи ПТЕ. Что, на мой взгляд, одно из самых идиотских занятий в играх, что я встречал. мой, я скажем так, из принципа решил завершить это, дабы показать вам и, в принципе, не люблю оставлять незаконченных дел в играх и вообще в жизни. Так, опять глаз горгона собрали, увеличили себя. Хэ-пэ. Теперь можно жить. Хорошо. Там уже кто-то вылазит. Это все прекрасно, конечно, но хотя мне показалось, что здесь что-то есть. Ладно. Идем дальше. Это что за карлики? А, мне кажется, что карлики на самом деле это мужики. Здравствуйте, мужики! Не нравится? Стервы, а? Да, прыгай ты. Так, хватит меня избивать, слышь, чё? Стерва, а, блин, вот ненавижу, когда зажимают и начинают просто бить. Да срай, ты мне, стопнишь и так. Иди сюда, упыль. Ой, я хочу его немножко попарировать. Нэ! Нэ! Даже не буду пытаться сделать КТЕ, потому что с КТЕ у меня какой-то знаете проблемы. Поэтому лучше, скажем так, по-честному. Скотина, Да ты прекращай! Давай! Нэ! Ты че живой? Всё, сдулся. Так, давайте возьмём ХП, раздают. Читаем книжку, раздают. Первичный огонь. Пещеры горы Олимпа скрывали это пламя, что зажгло весь остальной огонь. Первичный огонь, который давным-давно был украден и дан людьми, Титаном Прометеем. Это сила и источник энергии Гелиуса. Окей. Давайте сохранимся. Какие-то странные уже фантазии пошли на тему греческой тематики, но, в принципе, почему бы и нет. Так понимаю, весь God of War достаточно свободно относится к греческим мифам. Не то, чтобы следует им дословно, скажем так, просто используя сеттинг. Так. Вы получили первичный огонь. Ого. Отражение Гелиуса. Чтобы отражать вражеские снаряды, нажмите L1 прямо перед тем, как вас попадет снаряд. Ну, сейчас мы явно поедем вниз, да? Чего еще такое? Ээээ, давайте без этого. Эээ, не успел, блин. Блин. Подумали, это сейчас включится. Дам, блин, ты что так медленно реагируешь, кратос полезно что кстати вы получили свет рассвета лично автология получилась пока зажат р1 нажмите квадрак чтобы активировать солнечную вспышку и можно еще и направлять р1 да блин вот черта тупость короче и чего кончитесь нет обратно лови от меня всякую херню кидаться мне это бесит все кончилось отлично думаю нам центральную нишу зайти надо здесь да и думал сундуки вообще что мне нравится в серии годов о расположении от этих тайников она всегда достаточно не то что очевидно а как-то понятно логично для этого не сложно догадаться не приходится слишком уж там рыскать по уровням круто там забираться как обычно в играх любят сделать но тем не менее да и конечно на мечах квадратненькие майнкрафт ты должен торопиться про то я не хочу и не торопиться я только что его бил учетом сразу меня всаживает и не понимают это порезал давай давай получилось собаки смотри что творят да хватит меня бить ты крата сворачивайся как не понравилось да вы кончитесь не доворачиваться ты будешь уже чё ты стонешь злобные ребята такие злобные на самом деле трещик просто очень занудно я бы сказал видимо нам вниз и так и не понял зачем ой нет зачем нам вот этого хрень ну ладно видимо это оружие хресь как мы же здесь были не не жили сейчас у зона придется подходить да вот чё это будет очень печально просто да ты паришь радас мать твою ненавижу что вас раньше не были прыжки упоротые на голову что здесь тут хоть хватать воздух ладно так чем мы сделали я не понял чем мы сделали может устроиться отлично здесь уже брать нечего пойдем значит вперед были мне страшно идти по идее мы не упадем так окей мы можем идти влево мы можем идти вправо больше мы ничего не можем нет не получается можем идти влево да можем идти вправо но чем все это друг от друга отличается я не знаю там сундуки стоят но по-моему они уже открыты же их открывал и предыдущих сериях поэтому хотя давайте проверим вдруг они возобновились не посещением было такое что в одной из посещенных локаций я заново забрал сундуки они обновились то здесь видимо такое не практикуется невидимая стена не дает спрыгнуть я на печально чё ну может и ключ не набракадабра мать ваш вот эти в пене знаешь что с вами делать тактика не изменилась назойливый куриц куриц в голуби обращаться с вами надо именно так с голубями капец они видимо кончаться не будут я трачу два удара на одну курицу соответственно я их уже убил 17 штук 18 19 а уже 20 лично 21 22 23 24 25 26 короче надоело считать сами можете поделить количество ударов на два но это по-моему бред сивой кобылы вам не кажется видимо подразумевал что они просто будут спавниться до тех пор пока не доедет лифт потому что иного объяснения этой предельщине я не вижу я уже убил 35 штук ну собственно 37 36 у блин сидеть так 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 здесь с этой стороны видимо ничего ну ладно как-то это эти этажи ничем блин друг от друга не отличаются одинаковые лестнице даже сундуки расставлены практически одинаково здоровье мне не нужно ставим ящик на потом если будет потом герой феникса отлично жертва принята мана увеличилась давайте счет сохранимся в принципе сохранения разбросаны по уровням достаточно щедро хоть иногда и приходится прорываться к ним абракадабра так это еще что за лифт в небе вполне веришь не верится снова вернулась мелодия она казалась почти знакомый так ну тебя то я как бы не ждал вообще говоря так понятно надо сначала со стрелялками разобраться уйди нахер уйди нахер пожалуйста собака почему в этой игре лучники такие живучие да хватит меня бить слышь вообще пофигу просто таки ах что это было ну ладно бывает на наслаждайся ой он взорвался почему то я вроде бы толком и не бил так скотина да ты сдохнешь же мне а 29 хитов отлично почему бы и нет так что за лошадина тут стоит какие то гробы солнечные как бы знал что с ними сделать это очередной из ветров который тащит колесницу я так понимаю да но то с южный ветер почему мотос зефир же был южный ветер блин я собирался посмотреть википедии именно ветров греческих пока не посмотрел позор мне позор я должен что то сделать с ними видимо надо сначала включить вот это вот а так ничего не происходит ладно давайте для начала включим непонятную хрень рычаг а хитро статуи ну я примерно это и думал давайте выдвинем статую на положенное место точно кнопку почему дверки не закрываются обратно ну кто мне скажет так это все конечно интересно но мне кажется она не на своем месте стоит по моему эти щиты они должны отражать свет да каким то образом может и нет а вот она чё так хитрожопа здесь мы сможем тогда да да удачи ты они все остатки подык повернуты в разные стороны поэтому будут открывать только определенные что такое почему кончилось верни Ну ладно. Пока не знаю, к чему все это приведет. Но эту статую явно нужно пододвинуть. К ближайшей кнопке. Хотя, на самом деле, не факт, что это что-то даст. Нет, дало. Окей, я и ожидал, в общем-то. Так, интересно. Теперь, я так понимаю, надо убрать вот эту статую. И сюда выдвинуть. Вот эту. Чтобы луч у нас отразился в сторону последней гробницы. Когда мы сможем... Да. Примерно так. Окей. Что окей-то, блядь? Так. Ладно, давайте решение этой загадки оставим на следующую серию. Потому что в этой мне явно не получается. А выйти я отсюда не могу. Ну ладно. Так или иначе, давайте уже решим следующей серии. С вами был я, Федимак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите еще. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!